Привет, ребятушки! Ну что, готовы к новой порции подборочки о заблуждениях? Это типа, что китайскую стену на самом деле не видно из космоса? Что правило трёх секунд упавшей еды на пол нифига не работает? Что голубая кровь не существует? Что у натиков можно будить, и им ничего не будет? Да, именно про это. Круто! Итак, с чего начнём? А с чего ты хочешь? Ну, например, с того, что упавшая с высоты 50-копеечная монета может убить человека. Ооо, ты тоже считаешь, что монетка при падении с высоты приобретает эффект пули, выпущенной из снайперской винтовки? Но нам на физике об ускорении свободного падения говорили, что из-за силы притяжения предмет будет ускоряться каждую секунду на 9,8 метров. Это всё верно. А сопротивление воздуха? А сопротивлением воздуха можно пренебрять. В случае больших тел, да, но не в случае с монеткой. Короче, если создание кинуть монетку, то в итоге она разовёт скорость примерно 10 метров в секунду. В сравнении даже с пистолетом, у которого скорость пули 300-500 метров в секунду, это оооочень недостаточно, чтобы убить человека. Сделать больно, да, но не убить. А если с небоскрёба? Небоскрёбы создают особую динамику ветра. Проще говоря, он наталкивается на стену и начинает дуть вверх. В результате монета не наберёт смертоносную скорость, так как сопротивление воздуха уравновешивает ускорение свободного падения. А если с вертолёта? Ну, тут другая проблема. Ты нихера не попадёшь по цели, так как монетка будет вращаться, кувыркаться и шлёпнется в десятках или даже сотнях метрах от идеальной расчётной точки. А вакууме, где сопротивления воздуха вообще нет? Ну, при таком условии и обычный дождь был бы для нас смертельным. Так что вероятность убить человека монеткой, брошенной с большой высоты, ничтожно мала. Так, ладно, а есть у тебя какой-нибудь комбо? Конечно. Лови. Викинги никогда не имели собственных монет. Они использовали только те деньги, на страны которых они нападали. Или же сотрудничали. А это, между прочим, дохренище. Э, почём у тебя свинья? Сто рублей. Рублей? Ага. А это какие? А у тебя таких нет. Твою мать, да как так-то? Всякого говна полного каких-то грёбаных рублей нет. Чё, даже и фунты не подойдут? Да слушай, мне насрать, так что давай подойдут. Викинги никогда не носили рогатых шлемов, которые, кстати, им нередко приписывают. Мля, сними, не позорься, а. И несмотря на то, что викингам приписывается образ жизни разбойников, почти все они были в первую очередь фермерами. И только потом уже воинами. Так, картофан все посадили? Да! Ну всё, тогда давайте собирайтесь потихонечку на набеги. Ну и нафига мне эта информация про викингов? Ну, помимо того, что это действительно интересно. Как нафига? Знания бывают острее любого оружия, если найти им правильное применение. Изучив их, ты сумеешь увеличить мощь города и армии. И превзойдёшь соперников. Чё? Где? Само собой, военно-экономические стратегии викинги. О, это та самая мобильная стратежка, что ли? Ага. Тут можно продумывать разные варианты ведения игры. А также ещё создавать собственное оружие. Чё, прям на смартфоне? Да. Так, на, держи. Укрепляй мощь своей империи и не оставляй противнику ни малейшего шанса на выживание. А как мне укреплять мощь? Возводи здания, строй мощные сооружения и улучшай экономические показатели города. Так ты приблизишь своё королевство к победе и укрепишь власть империи в северных землях. И не забывай проводить шпионажи, создавать оружие и будь начеку. Ведь впереди грандиозная война. Война? Но против кого? Против таких же, как и ты, игроков. А возможно, даже против кого-то, кто сейчас смотрит это видео. Так что скачивайте викингов вот конкретно по моим ссылкам в описании. И сражайтесь! Так, а если я ссыкло и в одного очку и нападать? Тогда ищи верных братьев по оружию и объединяйся с ними в союзы. И если очень хочется, можно даже свой собственный клан возглавить. О, типа боевая семья, мощь которой способна разрушить армию врага на поле битвы? Типа да. Так что нарубись, только зарядку не посади. Клады? Запомнил? Да запомнил, запомнил. Я же не золотая рыбка, у которой память 3 секунды. А-а-а. Чё, и это нет, что ли? Да, золотые рыбки не самые умные существа на свете. Но продолжительность их памяти вовсе не 3 секунды, а нормальные целые 3 месяца. В исследовании 1994 года ученые обучали золотую рыбку нажимать на рычаг, чтобы получить вознаграждение. Причем сделать это можно было только в течение одного часа в сутки. Золотые рыбки оказались способны понимать, насколько узко это окно возможностей, продемонстрировав, что могут следить за временем. Впрочем, владельцев аквариумов золотыми рыбками этим не удивить, ведь они знают, на что способны их питомцы. Как говорит автор упомянутого исследования Фил Джи, то, что рыбки знают, когда ждать кормления, дает им серьезные эволюционные преимущества. А аквариумная рыбка Миланатениум дюбулай, или радужница, около 11 месяцев может помнить о пути, по которому можно спастись от опасности. А вот гупи так и вовсе могут найти выход из лабиринта, состоящего из шести последовательных развилок. Они не только обучаются находить выход, но и делают это все быстрее и безошибочнее в ходе пяти дней тренировок. Кроме того, выяснилось, что и брызгуны тоже владеют хорошей памятью. А именно, они могут различать человеческие лица. Согласно исследованию 2016 года, они могут найти знакомое лицо среди 44 новых лиц. Исследователи добились от рыб того, что они выпускали струю воды каждый раз, когда видели знакомое человеческое лицо. И 89% случаев брызгуны не ошибались. Тот факт, что брызгуны сумели выполнить эту задачу, говорит о том, что для того, чтобы узнавать лицо человека, не нужен сложный мозг. Фил Джи отмечает, что золотые рыбки, возможно, тоже могут узнавать своих хозяев. Но научного подтверждения этому пока нет. Так как в природе золотые рыбки живут в мутной воде, где нет смысла полагаться на зрение в той же степени, в какой на него полагаются брызгуны. Хорошо. А акулы реально не болеют раком? Болеют. Причем еще как болеют. По данным исследований профессора Устрендера, хищные рыбины могут болеть восьми типами рака, среди которых не только рак крови и кровотворных органов, печени и клоаки, но и также рак хряща. Это того самого хряща, той самой чудодейственной ткани, которую маркетологи так удачно продают, как лекарство от рака. Именно. Гэри Острендер впервые описал случай возникновения опухоли у 40 особей акул и подчеркнул, что точного учета онкозаболеваний у акул никогда не велось. Поэтому говорить о том, что рыбы не болеют, поскольку их болезнь не описывали, попросту абсурдно. В своей работе он упомянул, что отдельные химические соединения очищенной ткани хряща могут подавлять ангиогенез, рост микрососудов, и тем самым тормозить рост самой опухоли. Однако эти вещества не всасываются при пероральном приеме, а значит и не работают. К тому же ингибиторное действие акулевого хряща крайне мало. Сегодня существуют более мощные химические препараты с аналогичным механизмом действия. Ого! Так, ну раз пошли по животным, собаки потеют с помощью слюны? Нееет. С помощью подмышек? Да нет же! На самом деле, пот они выделяют через лапы, а после начинают регулировать температуру тела с помощью учащенного дыхания. А в связи с этим и появляется обильное выделение слюны. А гладиаторы реально сражались всегда до смертного исхода? Если бы это было бы так, то наиболее ценные бойцы-гладиаторы не стоили бы целое состояние. А так, это как боец ММА. Пока он показывает зрелище и шоу, не обязательно только победами, то он будет приносить приличные бабосики. Как хозяину, так и себе. Поэтому многие из хороших гладиаторов жили долго и безбедно. Ну и последние люди когда-то жили с динозаврами? Да не, я-я-я-то знаю, что нет. Но 41% американцев уверены, что это так. Как? Как, блядь? Мы появились на планете примерно на 63 миллиона лет позже динозавров. 63! Не на год позже, а на 63, мать его, миллиона лет назад! Я так понимаю, лучше закончить на этом, да? Пожалуйста. Остальное ставь на потом. С вами был я, Брок из Академии Брокколи, и проверяйте информацию достовернее. Ну что ж, ребятушки, если хотите ещё больше интересных разоблачений или интересных фактов, то тогда поддержите этот видос лайкусиками, подписульками, комментариусами, ну и само собой репостянтами не жадничайте, пусть и друзья тоже узнают об этом.